Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.05 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Мой сегодняшний гость Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Здравствуй, Олег. Добрый день. Доброе утро всем. Выговоры за промпарк. В Рио губернатор Никита Белых объявил своему заместителю, председателю правительства области Георгия Мачехина, главе департамента промышленного развития Сергея Вандышева, выговоры за неэффективный контроль над созданием промышленного парка Вятских Поляных. Но мы с тобой неоднократно говорили по этому поводу. Промпарки вообще твоя любимая тема. Нет, на самом деле, относительно любимая. Просто я видел промпарки в Германии, в Сибири, и поэтому то, что у нас, как бы, есть с чем сравнить. Но здесь немножко дело в другом. Я и хотела тебе сказать, что наконец-то выговоры получили, многие депутаты ОЗС этого требовали, выговоры есть. А что с промпарком-то? Вот что с промпарком, я не знаю, сейчас еженедельный контроль с выезда на место там будет осуществляться, как бы далеко это не было, сколько бензина изведут, Богу ведомо. В любом случае уже прошло сколько? Три, почти четыре месяца с момента, как должны были сдать, то есть до конца года изначально планировали, там срывалось все из-за планирования, из-за косяков в проектно-сметной документации, в проектной документации, там не совпадали какие-то границы. Затем срывались подрядчики, заходили подрядчики, которые заведомо ставили низкую цену. Ну, в общем, как обычно, всегда гладко было на бумаге и забыли про овраги. Тут дело несколько в другом. То, что будет просрочена сдача этого промпарка, не сомневались даже депутаты ЗАГС Собрания. Они используют, понятно, это в предвыборное время свои колокольни для того, чтобы лишний раз пнуть по врео губернатора, и это тоже понятно. В то же время вполне ожидаемо было, но непонятно было, единственное, будет это отставка или будет это какой-то публичный разнос. Но была выбрана форма в данном случае выговора двум заместителю и главе профильного департамента Сергею Ивандышеву. Я думаю, что, ну, не хочу там прорицательством заниматься, да, но вполне возможно, что до сентября может быть и отставка некоторых персон, ответственных за этот срыв. Но для этого сначала должно быть завершено строительство, потому что даже во многом затормозился этот процесс. Длится уже там несколько лет, да, деньги введены, промпарк не строится. Сначала там на базе, ну, история давняя, на базе молота должны были строить, потом оказалось, что эти площади не могут отдать под промпарк, поскольку это относится к Министерству обороны. Решили строить в чистом поле, в чистом поле там нужно землю отвезти, построить инфраструктуру, и это все утянуло очень далеко. Ну, так вот, и в данном случае это такой сброс негатива, что ли. Всегда есть, я думаю, что и на российском уровне всегда был, если помнишь, там был, могу ошибаться, подчиненок, да, отвечал, или кто отвечал за развитие системы медицинского страхования в стране, и расстрельная должность, да, и человек изначально шел для того, чтобы потом его там отставили с треском, но он создал там систему какую-то. Так и здесь есть действительно должности расстрельные, есть должности, где ты, как бы ты ни старался, получишь по шапке, потому что в силу каких-то объективных обстоятельств, с которыми нельзя справиться методом просто рубательства шашкой, или там заливание большими деньгами, неминуемо будут там сроки сорваны, неминуемо будет то и все. Я не говорю о том, что не было ошибок, они, безусловно, были, но вот в данном случае это просто вот такое направление, которое всегда будет в косяках. То есть я правильно тебя понимаю, что ты считаешь, как бы Георгий Мачехин и Сергей Ивандышев не контролировали эту стройку, а деньги-то приходили? Там же еще руководство сменилось. Изначально там был Сафонов, затем поменялось руководство. Сначала вообще было Агентство территориального развития, как ты помнишь, потом Корпорация развития Кировской области, потом там сменилось руководство. И когда меняется руководство, и предыдущее руководство уже не отвечает, а новое говорит, что, ну, извините, вот там накосячили до нас. И именно поэтому на сегодняшний день то руководство, там, Иван Гайдук, да, которое сейчас возглавляет Корпорацию развития Кировской области, оно должно, как бы ни были сорваны сроки, оно должно удержаться, оно должно доделать этот объект и показать, что вот мы все-таки сделали. Потому что если сейчас произвести какие-то замены, то это снова, во-первых, утянет надолго, во-вторых, будет оправданием, почему это не было сделано. Олег, скажи, пожалуйста, а вообще само строительство этого промпарка, на твой взгляд, да, оно имеет смысл сейчас? И можно ли на каком-то этапе, даже при таких крупных выливаниях, все-таки остановиться, сказать, стоп, ребят, он вообще-то не нужен, этот объект? И давайте больше не будем тратить. Это имеет смысл всегда. Надо понимать, что у нас всегда есть потребность в создании каких-то производств, которые базируются в неприспособленных помещениях. Или есть люди, которые готовы вкладывать средства, но им нужна промплощадка для того, чтобы, ну, то есть есть свободные средства всегда, да. Есть какие-то идеи, инновационные идеи, не очень инновационные, там, производство проката или чего-то еще, но под это нужна промплощадка, чтобы не нужно было излишних согласований, чтобы все уже было согласовано, утрясено с экологами, там, с пожарными и так далее, и так далее. Все было готово, ты входишь, платишь понятную аренду, рассчитываешь период окупаемости и работаешь. Поэтому даже если промпарк на входе сейчас, будучи построен, не привлечет там гигантского количества людей, желающих вложить деньги, то рано или поздно он разовьется, рано или поздно он все равно раскрутится. Понятно, что мы не Татарстан, где это все развивается, ну, просто бешеными темпами, да, количество промпарков просто зашкаливает, та же Алабуга и так далее, и так далее. То есть мы пока еще набиваем шишки, но не делать этого нельзя, еще и потому, что сейчас финансирование бюджетное идет программное, и это значит, что вот созданием таких промпарков мы можем хоть какие-то федеральные средства выбивать, да, там есть планы по созданию промпарка агропромышленного по переработке сельхозпродукции. Мы можем какие-то средства привлечь для того, чтобы создать условия для появления новых производств. Заводы построить государство сейчас не может. Единственный вариант, как оно может воздействовать на развитие именно промышленности в своем регионе, это создать условия для того, чтобы сюда заходили инвесторы. Создание промпарков одно из основных условий. Вот такая вот получается арифметика. Скажи, пожалуйста, а вот ты сам сейчас только что произнес такую фразу, что это еще одна, то есть как минимум это возможность получать федеральные средства для того, чтобы развивать такие проекты и давать возможности для создания новых производств. А может быть то, что нет спроса вот у этих будущих там арендаторов, может быть не существует этих арендаторов в достаточном количестве, которые бы они давили, понимаешь, вот давили бы на чиновников, строителей. Я понимаю, это как седло и лошадь. Когда мы покупаем седло в надежде, что мы все-таки приобретем лошадь, шансов купить лошадь намного больше становится, да. А когда мы говорим себе, ну зачем седло, мы все равно лошадь не купим. Подождем, пока у нас деньги на лошадь будут, их может не быть никогда. Для этого именно с этой... Я только хочу понять, почему у нас-то такими медленными темпами, ты сам сравнивался с Татарстаном. Потому что, во-первых, нет людей, которые обладают достаточными компетенциями, это раз. Где их нет? У нас, то есть... Где нет? В правительстве, в строительстве, где их нет? Это все равно должны быть люди, на мой взгляд, которые имеют, причем здесь очень многогранный опыт должен быть, и строительные, и организации, там, сбора потенциальных резидентов. В формулировке стратегий этого промпарка, да, я всегда был бы за то, чтобы у промпарка была понятная стратегия. И люди, которые там размещают свои производства, они не хаотично набирались, а они были там из одной сферы. Если это переработка сельхозпродукции, окей, для них нужны определенные условия. Если это металлообработка, для них нужны другие условия. Если это IT, то там совершенно третье условие, да, IT-промпарк. Или там наукоемкие какие-то биохимические технологии. Или энергетический промпарк. То есть в каждом из этих случаев должны быть определенные условия иные. Где-то больше интернета, где-то больше электроэнергии, где-то больше воды и так далее. А здесь получается, что мы строим какую-то площадку, и приходите все желающие, да, там и шить, и биотехнологии развивать, и металлообрабатывать. И все на одной площадке, и получается, нам нужно и то, и другое, и третье туда подвезти. То есть проблема как раз Вятско-Полянского промпарка, это в том, что не определена стратегия развития этого промпарка, и под кого он делает? Задача-то ставилась другая. Задача ставилась как раз трудоустроить людей, высвобожденных с молота. Ну, во-первых, сроки затянули, и люди, многие уже уехали из региона и работают где-то в соседних регионах. Вряд ли вернутся, ну, дай бог, если вернутся. Во-вторых, да, по факту сейчас, ну, то есть, вот мы построим промпарк, и кто-нибудь придет. На самом деле, пусть хотя бы так. Если сложно сформулировать, что вот есть запрос, вот и был запрос у мебельщиков, но они туда не поедут. Они даже здесь хотят вот в Кирове, чтобы был промпарк, а не на выезде из Кирова, вот этот вот вылетел из головы, как он, в Юрианском районе промпарк создается. То есть, им даже тут неудобно. Но есть запрос большой, да, мебельщики говорят, что дайте нам производственные площади, потому что сейчас мы занимаем площадь, во-первых, аренда растет, непонятно, во-вторых, требования все время ужесточаются, мы слишком близко там к жилому сектору, и нас так или иначе рано или поздно турнут, нам снова нужно будет искать какую-то площадку. Я хочу тебе вот еще какой вопрос задать, он все-таки, наверное, по твоей теме, да, тут и с бизнесом, и с экономикой все связано, и с потребителями, с нами, с простыми, с россиянами. На слоне, на портале Slon.ru такая информация, буквально вчера я ее сняла, россияне берут все больше кредитов, по данным агентства Sequoia Credit Consolidation, доля кредитных автомобилей тоже увеличилась. Я на таком простом примере, там много всяких выкладок, но вот по автомобилям. В 2012 году на заемные деньги покупали 33% населения, чуть-чуть побольше на машин, в 2013 году почти 46% на заемные деньги покупали автомобили, а в этом, в 2014 году, ожидается рост показателей до 60%. Ну, все же логично. Между тем, постоянные эксперты, ты сейчас расскажешь, насколько это логично, я просто хочу сказать, что эксперты с экранов ведущих федеральных каналов ведь заявляют об углублении кризиса, постоянно возникают разговоры, что деньги ушли туда и сюда, куда-нибудь, то на Дальнем Востоке наводнение туда деньги ушли, понятно, нужно восстанавливать, то Сочи с Олимпиадой критиковали, и мы сейчас видим последствия, когда разоряются, банкротятся предприятия, которые строили эти объекты, и неизвестно, что с этими объектами, кстати, еще будет. То вот сейчас Крым, которому, безусловно, надо помогать, я вот, по крайней мере, считаю, что, конечно, раз уж взялись, так надо помогать людям, и жизнь становится все тяжелее, и продукты все дорожают, а нет, вот люди берут кредиты на автомобили, и все больше и больше. Я почему сказал, что это логично, люди, когда они видят, что рубль обесценивается, да, есть девальвация ползущая, она все равно будет, на мой взгляд, она будет продолжаться, она сейчас несколько откатилась, но все равно рубль будет обесцениваться. Это делается специально, отчасти, для того, чтобы поддержать нашего производителя, для того, чтобы пополнить бюджет, потому что продаем мы нефть пока еще в долларах, хотя может все поменяться, а бюджет у нас рублевый, и с этой точки зрения выгоднее. То есть мы очень хорошо выигрываем, когда рубли обесцениваем. Ну и для производителя тоже понятно, почему, потому что отечественные товары становятся конкурентоспособными, по сравнению с западными, с импортными, и люди предпочитают уже отечественные брать, по крайней мере продукты питания. А то, что люди приобретают, приобретают в кредит, они хотят вот эту инфляцию или девальвацию просто обогнать, обхитрить, считая, что все-таки процент банковский, он будет несколько ниже, чем то, что они потеряют, если просто будут хранить деньги на депозите или вкладывать в валюту, и поэтому приобретают какие-то дорогостоящие вещи, в том числе недвижимость, в том числе автомобили, которые будут стоить дороже. У нас автомобильный парк на сегодняшний день большей частью это импорт, либо это местное производство, но из импортных комплектующих, и понятно, что автомобили, даже автоваз, который вроде как производит полностью из отечественных комплектующих, он тоже регулярно, там раз в квартал сообщает о том, что повышает цены на автомобиль. Поэтому это нормальное поведение человека, когда у тебя есть определенный баланс денег, ну сколько-то получился зарплату, и тебе не хватает, и ты думаешь, а что, если я еще и кредит возьму, и когда расплачусь по нему, я, в общем, буду выигрыша, потому что у меня будет какой-то предмет. Это сейчас человек так прикидывает, но мы, с другой стороны, понимаем, по крайней мере, также по выкладкам агентств повышаются зарплаты незначительно, несравнимы там ни с инфляцией, ни с девальвацией, ни с чем с другим, только в бюджетных сферах, тех сферах, которые президент своих майских указов обозначил. А в частных компаниях, в производстве, ли в услугах, ли зарплаты вовсе не растут. Как далеко нужно загадывать и оценивать свои возможности, когда ты берешь кредит? Наши российские люди думали надолго вперед. Мы не умеем инвестировать надолго вперед, мы не умеем просчитывать риски. Мы живем действительно сегодняшним днем. То есть сегодня эмоционально мы считаем, что лучше взять, поэтому мы берем кредит. То есть все-таки это больше эмоциональное решение, чем рациональное? Это эмоциональное решение, но оно в том числе подкреплено каким-то таким отцахи, рационализмом, что я выиграю, если возьму. Есть же еще вторая составляющая, есть такая пословица расхожая. Банк горел, кредит гасился. Люди до сих пор считают, что если они возьмут кредит, а банк вдруг погорит, то возвращать его не надо будет. Хотя это все от лукавого, естественно, все равно какой-то организации, пусть, но не этому банку, а другому банку, который будет новым правообладателем гасить кредит, все равно придется. Существует ли какая-то опасность все-таки в таком эмоционально-рациональном принятии решений о взятии кредита? Безусловно. Ну, пока мы еще, я думаю, что не подошли к той критической черте, когда у нас возможен дефолт вследствие того, что люди массово не смогут расплачиваться по кредитам. Но мы где-то уже балансируем на грани. В некоторых городах люди занимают больше, чем могут выплатить физически, и это уже страшно становится, потому что под воздействием этих эмоций, под воздействием того, что я хочу, 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 и все очень доступно, кредитную карточку получить в одном банке, в другом банке, в третьем банке, взять кредит в микрофинансовой организации, и ты приехал. И когда ты один приехал, это не страшно. Когда количество людей, которые не могут выплатить, расплачиваться по долгам, начинает расти в геометрической прогрессии, вот тогда начинает шататься уже финансовая система. Это понятно тоже. Ну то есть невозврат долга банкам, он порождает, естественно, повышение процентной ставки для всех остальных, для тех же предпринимателей, для промышленности, и это замедляет экономику. Но еще и сами-сами финансовые структуры начинают чувствовать себя не очень хорошим образом. Поэтому это таит в себе такую большую бомбу, но сколько ни предрекали пока увеличение количества дефолтов, пока наши граждане достаточно неплохо справляются со своими финансовыми обязательствами перед банками. Ну вот о хорошем, как кажется. Сохранение почтовых отделений в районах области. Мы знаем, и вы тоже еще лучше меня знаете, потому что вы брали интервью у представителя Почты России, который приезжал к нам на прошлой неделе. И там они с в Рио губернатором Никитой Юрьевичем ввел их договорились о том, что будут сохранены почтовые пункты в населенных пунктах, где они хоть и убыточны, но останутся и будут совместно их финансировать. Это же зарплаты сотрудникам почтовых отделений будут чуть не в два раза подняты. С одной стороны, прекрасно кажется, потому что все родили за то, чтобы эти почтовые пункты сохранялись даже хотя бы для того, чтобы люди приходили туда и общались. И с другой стороны, прекрасно, будет увеличена зарплата сотрудникам почты. С третьей стороны, совершенно непонятно. За счет чего это? На самом деле, Дмитрий Страшнов сказал, раскрыл карты в плане того, откуда должны быть взяты деньги. Он человек уважаемый и в бизнесе, уже съевший не одну собаку. Он пришел год назад ровно на Почту России из Теледва, успешного холдинга, который до недавних пор принадлежал шведам и был очень успешным менеджером. Не зря его пригласили реформировать Почту России. Понятно, что малыми шажками. Я не верю в то, что сохранятся действительно все почтовые отделения и они будут закрыты. Скорее, речь идет о том, что там, где муниципалитет сможет себе позволить оплачивать, ну, не оплачивать аренду, а не взимать аренду за эти помещения почтовые, то есть снизить каким-то образом, пойти навстречу почте, чтобы почта хотя бы вот эти траты не несла. Там, может быть, будет сохранено в каком-то временном режиме окошечко для людей. Но, кроме того, есть несколько выходов. Почта развивается в сторону оказания финансовых услуг. Вот сейчас, если получится взять лицензию, либо привлечь какой-то банк почте России, да, они смогут оказывать банковские финансовые услуги, что, безусловно, там в любом населенном пункте востребовано. А второе направление – это направление разбития, которое сейчас... Активнейшим образом задействовано в больших городах, но очень слабо развито в маленьких населенных пунктах. Это доставка заказов посредством почты. И здесь, я думаю, что нужно просто даже формировать культуру заказов. Понятно, что через интернет с последующей доставкой почты России, именно если люди приучатся и будут знать, что это дешевле, это надежно, ты заказываешь какой-то товар, ну, не фуфло через каталоги, да, а как это было в советские годы. Я сам помню, там, первую гитару свою покупал, была такая, заказы почтой, был каталог, там можно было заказать, там, от палатки до гитары и каких-нибудь там столовых принадлежностей. Ты выбирал, и тебе приходило, и ты оплачивал в почтовом отделении уже, когда товар приходил, до востребования. Вот на первую зарплату как раз свою официальную я эту гитару-то и заказал себе. И точно так же нужно просто вернуть этот тренд, нужно показать людям, что да, если у вас в магазинах нет каких-то товаров, вы можете их заказать, вот почта предлагает такие варианты, вот здесь есть там компьютеры, причем на многих почтовых отделениях есть интернет, есть какие-то интернет-магазины, где можно заказать себе товары первой необходимости, вот сроки понятные, в какие они придут, вот сравнить оценники. Тем самым, ну, я утрирую, конечно, да, но можно создать спрос, можно создать необходимость этот пункт, это отделение связи сохранить, потому что если не будет там оборота, ты понимаешь, как в магазине нет оборота, они все равно закроются, хотя бы на уровне, на грани рентабельности, и они уже будут существовать. Если у них уберут аренду, это продлит несколько существования. Если этот тренд, если эта тенденция, если появятся финансовые услуги у Почты России, сохранится, если некоторые процессы будут оптимизированы, это, конечно, страшно, да, когда там газету районную, в районах сейчас доставляют два, то и один раз в неделю, она выходит три раза и сейчас думает о том, чтобы сократить количество выходов, но, к сожалению, так получается, что нет другого варианта, да, сохранить там печатные издания регулярные, раз в неделю получать по три номера, это тоже глупость, и, ну, как-то подстраивается, да, то есть вот через эти сокращения, через оптимизацию, через упрощение каких-то процессов, автоматизацию каких-то процессов, я думаю, что сократится штат, во-первых, во-вторых, будет вот то обещание выполнено о росте зарплаты в средней по региону, тоже в течение пяти лет для почтовых служащих, ну, иначе почте просто не выжить, в больших городах им наступают на пятки службы доставок, доставки международные различные, а в малых населенных пунктах конкуренции у них нет, но и спроса тоже, рынка тоже нет, если бы там был рынок, туда бы пришли, наверное, и DHL, и СТС, и прочее. Ну, то есть люди в малых населенных пунктах, по сути, должны явиться спасителями почты России, чтобы формировать собственный спрос. Они должны тогда через почту вообще, ну, как бы почту сделать таким окошком в мир, что ли. То есть через почту решать большую часть своих потребностей. Когда почта будет нужна, тогда она будет востребована. Если считать, что почта нужна только для того, чтобы доставлять письма и газеты, к сожалению, на сегодняшний день она будет нерентабельна. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Ну, по крайней мере, мы так понимаем, что некий временной лаг, такая передышка все-таки есть. То есть еще на какое-то время эти пункты почтовые останутся. Хотя, конечно, я сам из деревни, да, у нас точно так закрылось почтовое отделение. То есть там раз в неделю приходит человек, открывает и раздает корреспонденцию, но это все. А раньше туда люди шли, чтобы там позвонить, отправить телеграмму, получить пенсию, там то, другое, третье, да. То есть это вот как сейчас в библиотеке перепрофилируется из просто центра выдачи книг почитать в центры культурного общения, да, и предоставляет свои площади, организует выставки, организует творческие встречи. Вот точно так же и почте нужно перепрофилироваться. И Дмитрий Страшнов это прекрасно понимает, и он действует именно в этом направлении. Он понимает тренды, он понимает, к чему все идет. Он понимает, каким образом, через какие механизмы все-таки возможно сохранение почты. Кто не знает, Дмитрий Страшнов – это генеральный директор Почты России. Он как раз со своим визитом был у нас на прошлой неделе. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой я хочу тебя спросить о судьбе телеканала «Дождь». Я хочу, чтобы ты рассказал нам о программе, у меня прямо зафиксировано название статьи программы «Бездорожье», да, так и хочу сказать о программе «Бездорожье», о дорожной политике города Кирова. О ней есть высказывания экспертов в свежем номере бизнес-новостей. Хочу спросить про ЮТИР, который отменил уже рейсы на майские праздники в Москву, и в связи с этим, какие перспективы вообще дальше у нас есть, ну и еще кое-что у меня тут есть. Через две минуты встретимся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня выражает главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Программа «Бездорожье», так называется, материал в свежем номере «Бизнес-новостей». Эксперты оценили муниципальную дорожную программу, которая вот, наконец, созрела и выдана, и ее можно прочитать, и ее можно оценить. Мне понравилось высказывание главы дирекции дорожного хозяйства Павла Кошкина. Он сделал следующее заключение. «Я вообще все больше прихожу к мнению, что прорыв в расшивке дорожного тупика не в бюджетных вливаниях, а в радикальных шагах иного рода. Платный въезд в центр, парковки по-московски или что-то подобное. Правда, это не решает проблему качества дорог», — говорит он. «Если не случится экономического чуда в России, или не будет научного прорыва в области дорожных материалов, нам с такими дорогами жить долго». — Да, Павел Васильевич жжет. — Понимаешь? — Он молодец, он реально оценивает. — «Надежда на чудо» называется. — Он реально оценивает ситуацию. И действительно, то, что заложено в программу, я думаю, что это печально. Если ты видела, то это в 2014 году нас ожидает просто-таки фантастический денежный поток, а потом все по нулям. Причем получается, что с каждым годом, несмотря на инфляцию, закладываются одни и те же деньги до 2020 года на то, чтобы ремонтировать дороги, латать дыры и прочее, без учета тех 200 миллионов, которые нынче еще область дополнительно дает. А на инфраструктурные проекты, на то, чтобы развивать улицы-дублеры, альтернативные виды транспорта и так далее, денег, к сожалению, не заложено вовсе. И это очень грустно и печально. Почему? Потому что это все-таки стратегия. Точнее, муниципальная программа. Но она не предполагает хотя бы чуть-чуть оптимистичного сценария. Есть единый сценарий, и он, к сожалению, не наполнен вообще ничем. Там есть декларации, чего мы хотим достичь в плане безопасности дорожного движения, в плане сокращения количества ДТП и так далее, и смерти даже на дорогах. И эта цифра сокращается, хотя каких-то очевидных движений для их сокращения, вот именно финансовых движений, движений в плане изменения городской среды, инфраструктуры дорожной, их нет. Опять же, не стоит забывать, что у нас тут в скорости ожидается юбилей города Кирова, и вполне возможно, что деньги появятся. Но здесь ведь, как в любом деле, необходимо изначально... Должен быть сценарий пессимистичный, но должны быть какое-то видение развития. Нельзя жить, заморозив то, что есть, потому что то, что есть, как правильно Александр Носов сказал, это всё разрушится, нужно думать о том, как нам жить завтра, а лучше послезавтра, рисуя. Может быть, слишком радужные картинки, но они тоже должны быть. Нельзя жить без понимания того, что когда-то мы прорвёмся, когда-то будет лучше. Это не всегда завязано на деньги. Абсолютно правильно говорит Павел Васильевич Кошкин. Часто это бывает просто изменение какой-то культуры водительской, изменение вообще принципа передвижения. Когда в городах Европы людей насильно заставляли через разные механизмы ездить на общественном транспорте. И в конце концов улицы стали поразгруженнее, и необходимость там перестраивать, выселять, строить новые автобаны, она отпала, просто количество автомобилей стало меньше. Больше людей стало ездить на велосипедах, больше людей стало пользоваться общественным транспортом, потому что он стал более, ну, престижным, что ли. Это точно так же, как воды, ну, водоснабжение, если грубо взять, или электроснабжение. Можно увеличивать объёмы поставки воды в город Киров. Больше и больше и больше нам требуется воды, и забрать всю воду из реки Вятка. А можно сделать по-другому. Можно заставить людей экономить на воде. Можно заставить людей понимать, что вода — это ресурс, очень ценный, и лучше помыть посуду. В посудовомоечной машине, которая тратит немного воды, или заткнув, там, вот эту штучку, как называется там. Ну, понятно. Да, да. Трубу. Одной водой помыть там всю гору посуды после гостей, и смыть затем, и использовать её меньше. Точно так же с электроэнергией. Олег, правильно ли я понимаю, потому что я сама не знакомилась с этой программой, они только всё говорили, мы её очень ждали. Правильно ли я понимаю, что программа отражает состояние дела сейчас и до 2020 года, исходя из тех финансовых ресурсов, которые есть и прогнозируются? Да, совершенно верно. Но в этой программе не заложено то, к чему мы должны прийти. То есть хотелось бы экспертам видеть и затраты, в том числе, и деньги, и те технологии, которые необходимо применить, и где их применить, и какие дороги должны быть построены. То есть лучший вариант, идеальный вариант, он никак не отражён вообще. Непонятно тогда, к чему стремиться. Это правда. То есть там заложены какие-то критерии, и я говорю, что ненамного лучше ситуации на дорогах. Но из чего это возникнет? Если у нас действительно на сегодняшний день город... А в минувшие выходные вообще было страшно, если ты где-то пыталась ехать в субботу? Конечно. Мы ехали, то есть я пытался ребёнка отвезти в бассейн на улице Кирпичной. И ехали через Лепси, стояли в пробках, в результате всё равно опоздали. И плюсом к тому, что была эстафета, это очень хорошо, она должна быть, и все были предупреждены ещё, одновременно ввёлся ямочный ремонт. И когда ведётся и то, и другое, и третье, то город неминуемо стоит в пробке, все чёртыхаются и ругаются. Скажи, пожалуйста, пришли ли к какому-то выводу? То есть нам с этой стратегии до 2020 года жить, или её всё-таки будут перерабатывать, дорабатывать и развивать? Ну, по словам Павла Васильевича, всё-таки она будет перерабатываться. И необходимость в программе, ну, не стратегия, это всё-таки программа, то есть более какая-то такая вещь предметная, куда уже цифры конкретные, если они известны, то надо их туда ставить, помещать. А пока цифры неизвестны, лучше поставить нули. Так вот, она и создана для того, якобы, с её слов, чтобы привлекать средства. То есть без программы их не дадут вовсе, а если она есть, то мы будем её каждый раз корректировать при наличии соответствующих средств. Известно ли, кто разрабатывал эту программу, чьими усилиями? Я тебе не скажу, я так подозреваю, что управление транспорта в городе Кирова. Так, ну, кому интересно, поподробнее высказывания экспертов. Ну, ознакомиться, как минимум, можно посмотреть саму программу на сайте, она городадминистрации, если поискать в документах постановления администрации города Кирова, за, по-моему, 4 апреля или где-то там, то можно её найти. Там не очень удобный поиск, но тем не менее, если постараться, можно найти эту программу саму. Да, ну и высказывания экспертов на эту тему в свежем номере газеты «Бизнес-новости» тоже можете почитать. Вот у меня несколько есть ещё тем, которых я хотела с тобой обсудить, которые я хотела с тобой обсудить, но времени уже не хватает, поэтому по телеканалу дождь где-нибудь в другом формате, может быть, в другое время посмотрим, во что выльется сейчас высказывание президента о том, что телеканал хороший и молодая, перспективная. Дай бог и высказать, честно говоря, потому что, несмотря на негатив, который льётся, эти ребята взяли на коленки и сделали потрясающий канал. И сейчас просто так по мгновению чьей-то руки потерять бизнес, потерять миллионы рублей, которые Александр Винокуров вложил, это, конечно, печально. То есть это такой удар по бизнесу, просто под дых. Ну вот посмотрим. Всё-таки президент сказал, и вдруг последовали уже другие решения, провайдеров телевизионных, которые сказали, что мы рассматриваем эти варианты и, возможно, восстановим какое-то общение с дождём. Вот у нас есть с тобой ещё буквально две минуты, и такую маленькую тему хочу тебе задать. Слушание по иску народа Чукчи о защите чести и достоинства к составителям большого толкового словаря русского языка в редакции Кузнецова пройдут в мае месяце. Что не понравилось представителям малого народа? Основание для иска стало одной из определений Чукчи, указанной в этом словаре, не только, кстати, в нём, как наивного ограниченного человека. То есть не народ обозначают, а само слово. Все вариации использования этого слова представляются. Претензии представители народа предъявили как к самому редактору словаря, известному филологу Сергею Кузнецову, так и к издательству и к Институту лингвистических исследований РАН. Как тебе нравится эта история? Две минуты. Ну, это анекдот об анекдоте, конечно. То есть я, безусловно, считаю, что нехорошо обижать малые народы, но язык — это живая субстанция. Я просто изучал язык, сам писал дипломную работу, работу о молодёжном жаргоне в языке немцев, и как некоторые словечки из молодёжного жаргона, из арго, перекочёвывают в нормальный язык, литературизируются, да, становятся языковой нормой постепенно. Ну, живая субстанция. Чё делать? Скоро мы будем писать кофе «он», «оно», кофе «оно», а корова «карова», ну, потому что язык, вот, он живой. А здесь, в данном случае, я думаю, что, ну, нельзя. Вот если мы говорим, что мы убираем из словаря какие-то матерные слова или там слово на букву «Ж», это не значит, что это слово не существует. И как быть людям, которые изучают язык, как им делать? Вот представьте себе, вы читаете книжку анекдотов или просто художественную книгу, где словом «чукча» обозван человек наивный и ограниченный. А вы не находите этого значения в словаре? Ну, нет этого значения. И вы считаете, что это вот как раз представитель малого народа. На самом деле это не так. Это именно вот ставшие нарицательным обозначением человека. И это никоим образом, ну, на мой взгляд, не ограничивает в правах людей этой национальности. Просто так повелось. Ну, есть анекдоты про чукчей, да, и они показаны действительно такими. Но это не значит, что я, встретив чукчу, буду представлять представителей чукотской национальности или приехавшего оттуда, буду представлять его таким ограничением. Нет, конечно. Я умею разделять там юмор и то, что есть на самом деле. А знаешь, как можно еще сделать? Ну, вот все-таки правительство США своим решением ликвидировало слово «негр» там, да, из употребления. И все, есть представитель афроамериканской, там, да, афроамериканец. Вот представитель чукотской национальности. Подожди, а из словаря же нельзя обрать слово «негр»? Ну, из русского словаря. По крайней мере, я знаю точно, что в британских словарях, да и в многих наших словарях по этим... Нет, я и другое хочу сказать. По многим таким словам, которые не рекомендуются к употреблению, так и обозначено, не рекомендуются к употреблению. Да, но словарь — это научная, это книга научная, да, там работают люди, которые занимаются языком как живой субстанцией. Они не могут исключить термин, если он существует в языке. Понятно, что это может быть специализированный словарь, каких-то там специализированных слов, но это не говорит о том, что его нужно исключать. Читайте к словаре внимательно, товарищи. Я хочу сказать, что пока мы с тобой тут разговаривали, пришли комментарии от Александра, я их посчитаю, и мы заканчиваем. В первую очередь в области власть бездействует. Вот это по дорожному хозяйству. Не увеличивает дорожный фонд, не усиливает контроль качества ремонта. И дальше был к тебе вопрос. Зависит ли от каждого из нас, водителей-пешеходов, качество работы Дормор-Строй? Одним словом можешь сказать? Каким образом? Интересно. Зависит качество работы или нет? Нет или да. Я думаю, что... Можем ли мы контролировать качество? Уточняющий вопрос. А, контролировать качество? В какой-то степени да, но это зависит уже от нашей активной гражданской позиции. Вот как было с Союзом автомобилистов, в свое время. Но они искали ямки на дорогах. Ямки эффективно, конечно, искать, но от этого денег не прибавится. А вот посмотреть, как был произведен ремонт, зафиксировать, что стало с дорогой через год, и эти материалы отправить в прокуратуру, вот тогда город сможет обязать хотя бы того, кто эти работы выполнял, заставить переделать по гарантии. Вот это будет помощь. Вот это, я думаю, что каждый из нас может сделать. Это особое мнение Олега Прохоренко было. Спасибо тебе, что ты сегодня пришел. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. Всем спасибо за внимание. Особое мнение на 101FM